Вы смотрите отзыв об отелях острова Алталаса энд спа из Минхамамет. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Zenfka, который был в нем в 2008 году. 27 июля, 11 августа 2006 года начало в отзыве об отеле Сол Азар. В отелях из Грабал Таласа мы провели нашу вторую неделю отдыха. Когда гид вез нас туда, он сказал, а вы знаете, что неделю назад там отдыхала Марая Керри, а я видела ее охранников, еще в Барнауле нас предупреждали, что отель монументальный, и вам может будет не хватать зелени и живости предыдущего отеля. Но поверьте, это не так. Отель просто супер, конечно не сравнить с тайскими и индонезийскими. При встрече бокал шампанского, даме, то есть мне, тюльпанчик, в номере вино и фрукты, полотенце в форме лебедей, разбросаны лепестки роз, на кровати, в ванне, на балконе и даже в уметазе. Конечно, такое обслуживание надо подогревать чаевыми, иначе розы заканчиваются и салфетки сворачиваются только в треугольники, что у нас произошло на третий день пребывания. Зелени очень много, причем виден ежедневный уход за ней, кругом чистота и порядок. И даже если ты купаешься ночью, тебе принесут полотенце и спросят, не желаете ли теплого чаю. На пляже и около бассейна, надо сказать, народу мало, но это, я думаю, из-за того, что многие приезжают сюда на Таласа терапию, а при ней загорать не рекомендуют. Номеры в отеле все большие, делюкс. Кровать стоит на подиуме, небольшой диван и два кресла с журнальным столиком, письменный стол, мини-бар. Что особо понравилось в отеле, нет ни толкотни, ни столпотворения, тишина и покой, когда ходишь по отелю, по Таласа, центру, по территории, по пляжу. Такое ощущение, что отель наполовину пустой. Но на ужине видишь всех постояльцев и понимаешь, что народу много, но ужины и обслуживание от этого не страдают. Мы брали завтраки, шведский стол и ужины по меню. И не прогадали. Цены на ужин в отеле были не маленькие, а после Таласа никуда не хотелось уезжать. Да и честно говоря, ужины были великолепные. Запись в ресторане происходит на рецепции с указанием номера и времени. В отеле четыре ресторана, итальянский, теннисский, интернациональный и вегетарианский. Не знаю насчет последнего, но первые три ресторана перетекают из одного в другой и имеют общий салат-бар и десерт-бар. Столики стоят на улице, и в первый раз непонятно, что и где. Но на второй день начинаешь ориентироваться. Мы побывали во всех трех, больше всего понравился тунисский, но скорее не из-за блюд, а из-за уровня обслуживания. Почему-то нам везло с официантами, и то нам давали лучший столик, подливали вино, то приносили музыкальные инструменты, фотографировали. А однажды заказав салат Медина, оказалось, что это небольшие порции национальных блюд, и одним салатом нам заставили весь стол. Теперь вопрос, как протекали наши дни в этом спокойном отеле. Первая половина дня с 9 до 12, 30 была занята процедурами в Таласо-центре, купанием в бассейне и посещением турецкой бани. Потом мы немного отдыхали и прогуливались по району, заходили в Медину, в парк, в магазин, один-единственный государственный с вином. Потом немного купались и отдыхали, а вечером неторопливо ужинали. После этого можно было покурить кальян, поиграть в бильярд или карты, посмотреть шоу, кстати, не аниматоры, а настоящее красивое шоу, мы попадали на русских танцовщит, с красивейшими костюмами, потанцевать на дискотеке. Но и в койку, ведь с утра опять в Таласо. Вывод. Понравилось, чистое море, хороший песок, интересные экскурсии. Не понравилось, местные нравы, отели и обслуживание в них. Говорят, только Хозгрубал, исключение, но за такую цену. Отсутствие инфраструктуры, магазинов, кафе. В общем, если вы без претензий, один раз съездить можно, дабы убедиться, что второй раз там делать нечего. Пиэс, извиняюсь за присутствие на фотографиях, отдельно не догадались сфотить виды. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok